Здравствуйте, наши дорогие телезрители! Практически каждый день мы сталкиваемся с правовыми вопросами, которые необходимо правильно разрешить. Только в нашей рубрике «Ваше право». Мы просто и понятно подскажем, как правильно поступить в сложной ситуации. Итак, первый вопрос. Как продать квартиру, которая находится в долевой собственности? Если возник подобный вопрос, то вряд ли отношения между дольщиками являются товарищескими, и получать деньги за проданную квартиру все же дольщики одновременно тоже не смогут. У всех абсолютно равные права, и все решения, которые касаются имущества дольщика, принимаются на их общем собрании, и для этого требуется единогласное решение. На подобном собрании надо решить, кому предоставить полномочия по оформлению квартиры на продажу. К сожалению, как этого достичь, нигде не указано, то есть можно достичь согласия в любой удобной форме. Для этого достаточно заключить договор в простой письменной форме, в котором перечислены все дольщики, и кому доверено оформление квартиры на продажу. Также в этом договоре надо указать все интересующие вопросы. И обязательно следует помнить, что если не было единогласного мнения дольщиков, то иск, в случае чего, одного из них будет обязательно удовлетворен судом. На какие земли право собственности не может переходить по договору купли-продажи? Это наш следующий вопрос. Гражданское и земельное законодательство предусматривает две категории земель. Правом собственности, на которой обладает только государство и муниципальное образование. Земли, которые государством изъяты из оборота, данный вид земли является стратегически важным для страны. Применяется государством для обеспечения интересов общества. Здесь создаются объекты ядерной промышленности, военные учреждения и прочие земли, ограниченные в обороте. Статус таких земель предполагает пользование такой землей в установленном порядке. Это земли национальных парков, особо охраняемых природных зон. Продажа таких земель способна нанести вред обществу и окружающей среде. Как вывод, перед тем, как выкупить определенный земельный участок, надо узнать статус земли и его место в гражданском обороте, ведь это поможет избежать мошенничества. На этом у меня все, уважаемые телезрители. Интересующие вас вопросы вы можете отправить на электронную почту нашего телеканала правособака.рхиз24.ру и мы обязательно на них ответим. А я напоминаю вам, будьте бдительны, нашу программу и знайте свои права.